Так, друзья, день добрый. Ну, что мы видим? Мы видим не менее хреновую погоду, чем вчера. Тем не менее, мы продолжаем работать. Учебное видео. Учебное видео мне не принесет популярности. Но работаем мы не только ради популярности. Нужно делать иногда такие полезные вещи до сообщества по опционам. Юрий Летов. Юрий Летов, он пилит такие серьезные видео, не попсовые. Это тоже нужно. Это тоже нужно. И напоминаю, что у Юрия Летова есть свой канал. Ютуб. Ссылочка где? Ссылочка в описании. Подписывайтесь. И напоминаю еще раз, что завтра состоится понедельник. Стартует двухнедельный марафон трейдеров клуба «Аллигатор». Все совершенно бесплатно. Ссылочка есть в Телеграме. Принимайте участие. Знаю Васю Боева. Думаю, что будет весело, интересно, ненапряжно. Приветствую всех зрителей канала. Спасибо, Андрей Владимирович, за предоставленную возможность показать сделки. Конкретно сделку по опционам на компанию Oracle. Возможно, видео будет полезно кому-то и зрителей. Полагаю, также будет большое число зрителей, которые это все знают и без меня. Обычно они оставляют комментарии ничего нового. Хотелось бы и те, кто оставляет такие комментарии, оставили бы свои видео где-то для обучения других людей. Это было бы полезным, поскольку для человека, для которого ничего нового, наверное, есть масса знаний, которыми он может поделиться. Итак, компания Oracle. Это ее история за всю многолетнюю траекторию хода. Знаменитый свал 2000 года. И до 2002 года компания показала падение. Почему я выбрал компанию Oracle? Адепты теханализа меня поймут. Она имела, начиная с 2002 года, восходящий тренд, хотя и вялый, который потом уложился в канал. А канал, как мы понимаем, те, кто любит теханализ, одна из сильнейших фигур. Восходящий канал, одна из сильнейших фигур для теханалитика. На что я рассчитывал, входя в компанию Oracle опционами? Я рассчитывал на выход из канала. И на ориентировочную цену, которую мы можем видеть, отложив вот эту линию зеленую вверх. Примерно чуть выше 100 долларов. Пока еще достижений нет этой цены. Но я думаю, что возможно не только достижение этой цены, но и ее перехай. Чем хороша была компания Oracle, почему еще я обратил на нее внимание? Потому что можем посмотреть на компанию Microsoft, тоже за ее многолетнюю историю. И у Microsoft одно время тренд был гораздо слабее, чем у Oracle. С 2002 года по 2013 фактически Microsoft находился в боковике. Как вы понимаете, боковик это не та сильная фигура. Правда, потом Microsoft переплюнул Oracle. И это нам только еще раз доказывает, что компания свою ценность определяет, в том числе своим последним поведением, а не только многолетней историей. Это очень важно знать всем теханалитикам. Это так же как человек. Если он себя вел плохо и вдруг начал себя вести хорошо, то нам важно именно то, как ведет он себя в последнее время, а не то, что было с ним ранее. Итак, вернемся к Oracle. Цифры 1, 2 и так далее, это обозначение мест покупок. Покупки я всегда совершаю дробно. Мой депозит на покупки, обычно в направленных опционах, а здесь именно торговля была направленными опционами, а не акциями, составляет 2% примерно. Но вхожу я дробно всегда. В зависимости от силы компании, я могу входить, если вижу сильную компанию 1,5% и потом докупить 0,5%. Или могу, если компания слабая, войти 0,5%, потом еще 0,5%, потом 1%, и так далее. Но общий депозит обычно у меня не превышает 2%. Выхожу я также дробно, могу продать 1 опцион, 2 опциона, потому что точную точку выхода мы никогда не знаем. Если вы торгуете давно, вы понимаете, о чем речь. Итак, что же здесь было сделано? С 2018 года я входил в компанию Oracle и также выходил. Обычно опционы у меня были в районе страйков где-то максимально 55-60. Я надеялся уже с 2018 года, что компания может выстрелить. Почему я надеялся? Здесь будет любопытно, опять же, знатокам теханализа. Я ориентировался вот на эту вершину 2000 года, когда эта вершина была преодолена вот в этой точке. Это первый выход. Потом был вход опять ниже уровня вершины. Второй раз я уже надеялся, что может быть после второго выхода, хотя это немножечко бывает рановато для большинства бумаг. Обычно третий, четвертый, вплоть до шестого, седьмого выходов бывают настоящими. Это новичкам может пригодиться, потому что новички часто ловятся даже уже на первом выходе и на втором. Тем более. Итак, здесь я входил и часть моих опционов сгорала безрезультатно. То есть, когда цены не достигаются, и опцион сгорает, и все, вы ничего не получаете. Часть опционов приносила прибыль. Могу сказать, я перед тем, как делать видео, посмотрел примерные доходы по этим позициям. И у меня получилось, что большинство опционов, в общем-то, дали плюсы достаточно неплохой. Это не были очень большие плюсы, это были плюсы 300%, 400%. И я выхожу, когда вижу, что истечение опциона близко, идет импульс вверх. И я вижу, что по опциону, допустим, у меня осталось 2 недели или 3 недели до исполнения. Я не тешу себя иллюзиями, что за это время опцион выстрелит в район, допустим, 65-70 долларов. Поэтому стараюсь закрываться большей частью позиций, по крайней мере, накопленной прибылью, которую я считаю вполне достойной. Хотя я ориентируюсь на минимальные прибыли в 500% обычно. Но выхожу, и даже если у меня прибыль образуется в процентов 300 или 200, это очень гибкая ситуация всегда, трейдеры меня поймут. Итак, я посмотрел свои сделки перед видео и нашел, что у меня, в общем-то, здесь прибыльность получилась все равно хорошая. Несмотря на то, что было 3 попытки предыдущих, такие, скажем, не очень удачные, ввиду того, что цена не вышла туда, за границей канала, куда я рассчитывал. Четвертая попытка была более удачная. Сейчас я показываю вам один из опционов, который я реализовал близко к максимальной цене за последнее время, который входил в лот моих набранных опционов по четвертой попытке. Что именно было сделано? Чтобы было понятно тем, кто не торгует опционами, вот здесь вверху вы видите обозначение опциона. Это исполнение 2022 года, опцион 21 января. И он же здесь на картинке справа, чтобы была видна идентичность этих опционов для новичков. Дата покупки, которая была сделана, это 17 декабря. И дата реализации 21 июля. Затраты плюс комиссионные по данной сделке составили, по этому одному опциону, составили 185 долларов 65 центов. Продал я этот опцион, реализовал по цене 1290 долларов. То есть при затратах 185 долларов продажа была 1290. И за вычетом еще комиссионных прибыли составил, а вы можете потом сами посчитать, я вам скажу приблизительно, это 5,94. То есть близко к моей максимальной, вернее минимально максимальной запрашиваемой прибыли желаемой, которые я закладываю при входе в сделке. Давайте представим себе, что все эти покупки, мои предыдущие, были полностью неудачными. То есть покупка 1, 2 и 3 при стандартном лоте моего входа 2% от депозита принесли полный убыток. Возьмем какую-нибудь символическую сумму, допустим, там 100 тысяч долларов. Значит, 2000 долларов по каждому опциону на вход составили в сумме 6000 долларов убытка. И четвертый раз я захожу такой же суммой, 2000 долларов, и получаю прибыль 5,94. То есть, значит, 2000 нам нужно умножить на 5,94, примерно получается 12 тысяч. То есть от 12 тысяч долларов мы отнимаем 6000 и получаем неплохую доходность на всю историю сделок, даже с учетом, в общем-то, 2018 года. Это вполне неплохая доходность. Чему учит этот пример? Этот пример учит тому, что мы никогда не знаем время выхода опционов в деньги и мы не знаем, где у нас будет прибыль и где мы получим убыток. Поэтому основная задача, особенно начинающих трейдеров, не бросать акции, если она имеет хороший паттерн по теханализу, показывает свою стойкость, движение вверх. И вы всегда придете к моменту, который позволит вам заработать. Причем здесь, как я вам показываю на опционах, допустим, здесь даже не потребовалось увеличение уложений. То есть риск менеджмент не был нарушен, все было сделано в пределах допустимых рисков и получилась вполне приличная прибыль. Как бонус я еще покажу немножечко места входа в опционы. Чем они отличаются от мест входа в акции? А именно, понятно, что при приближении к верхней границе канала не рекомендуется покупать ни акции, ни опционы. Почему? Потому что волатильность чаще всего возрастает в этих точках. И, соответственно, рассчитывая только на то, что в этой точке именно произойдет прорыв, мы не можем. Поэтому мы должны покупать внизу. Это банальная фраза, я понимаю. Но вот здесь начинается интересное. При приближении к нижней точке канала лучшей покупкой для человека, который входит в акции, были вот эти шипы. Это знаменитое падение 2020 года. Вот эти шипы. Но для покупателя направленного опциона колл это время очень часто бывает не лучшим. Почему? Здесь также возрастает волатильность, возрастают спреды между покупкой и продажей. А где же была бы лучше? И не здесь, и не здесь. Возможно, лучшая покупка была бы вот в этой точке или вот в этой точке. Почему? Потому что в это время уже временная составляющая стоимость опциона была бы более уменьшена. И волатильность также спадает во время бокового хода, когда она идет, скажем, без особых колебаний. И это дает лучший момент для входа в опционы. Это вроде как лайфхак, но на самом деле все, кто торгует направленными опционами, понимают эту простую истину. Так что желающим работать на опционах нужно это учитывать. Спасибо за уделенное вами время. Задавайте вопросы. Всем желаю осторожных трендов и настойчивости в торговле.